Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 178 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд, 6 побед и только одно поражение. Его стиль ММА из Кырпистана, Жак Шилык Мерзан Пеков. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 21 год, рост 178 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Его профессиональный рекорд, 4 победы и только одно поражение. Его стиль Ушу Сэнда из Грозного Чеченская Республика. Джабраил Майсаган. Рефри в Атагоне Ашут Ашукян. Итак, Джабраил Майсагов против Жак Шилыка Морзабекова. Бой под номером 3. Это полулегкий вес. Ну и, кстати, у нас на старте турнира все противостояния между чеченскими и киргизскими бойцами. Пока что. Ну и скучных пока не было. Действительно, очень такие конкурентные пары. Кстати, дальше тоже, следующий бой тоже будет. Ну, не мудрено, собственно. Действительно, очень много такой профицит спортсменов есть, что в Киргизской Республике. Что здесь в Чечне. Вот сейчас попытка перевода от Морзабекова. И тут он на гильотину поймал. Честно, пока не задействована. Такой прям угрозы. Да, и сорвался. Ну, в 9 случаях из 10 попытка гильотины, она не венчается успехом. Именно если мы берем гильотину через руку. Так, попытался заблокировать ноги соперника Морзабекова. Не удалось ему это сделать. Но попытки улучшить позицию он не оставляет. И сейчас даже близко к тому, чтобы в гард забраться. А вот здесь вот будет уже сложнее выбраться чеченскому бойцу. И Морзабеков начинает один за другим накидывать удары. Вынуждает отдать спину соперника. Посмотрите, ноги заправляет. Будет попытка растянуть. Но это все нужно делать, наверное, через удары. Ну, и помню, что это все-таки очень опытный спортсмен. С серьезной победной историей. Да, историей будет правильно, потому что как раз победную серию он в бою до этого потерял. Но до этого это было 6 побед. А вот сейчас попытки нет. Ну, наверное, поспешил Морзабеков. Нужно размягчить соперника. Вот как раз таки. Да, то есть пробитие. Да, пробитие. Еще Хаммерфиста добавляет. Ну, шикарное, конечно, положение. И вот сейчас это... Давление на челюсть. Такой болевой на челюсть вышел. Вот сейчас будет возможность сбросить себя у Мальсагова. Так, и вот классический. И теперь уже болевой на ногу. Что-то все его начали делать. Не так просто он в исполнении, как кажется, на самом деле. Ну, и здесь в данном случае мы видим, что он кажется... Да, у него не получается. И контрприем. Теперь за позицию борется уже Мальсагов. Теоретически, да, он может попробовать здесь улучшить позицию. Как говорили древние греки, борьба мать сего. Не знаю, как прокомментировать такие контры из вольной борьбы. К ним всегда сложные отношения. Оставим без комментариев. Мудро, мудро, мудро. Работа коленом. Хорошо контролирует сверху киргийский спортсмен. Вот эти локти в корпус, они разрешенные. Ну, в другой момент, что они толку ничего не приносят обычно. Ну, в таком формате. Есть удары, которые очень хорошо работают в этом положении. Ну, посмотрите, второй поединок подряд мы смотрим, как здорово борются киргизские бойцы. Вот то, о чем мы говорили. Ну, в среднем, как борьба, что очень сильно в этом аспекте киргизские бойцы прибавили. И прибавили в тактическом плане тоже. Потому что, ну, были рубаки, которые не всегда задумывались о результате. А вот сейчас, мы смотрим, посмотрите, как рационально, грамотно работает и Морзабеков, и в предыдущем бою Раджабали Шайдулаев. Ну, вы знаете, я думаю, что это то самое, что количество переходит в качество. То есть, большая селекция. Ой-ой-ой, какой жесткий локоть сейчас был. Еще добавляет сейчас. Большое количество спортсменов из Киргизии. Большая такая выборка. Ой-ой-ой-ой-ой. Буквально вбивает голову соперника в голову Морзабеков. Морзабеков отдает Мальсагу. Нужно дотерпеть. Остается 30 секунд до конца этого раунда. Продолжает набрасывать Морзабеков. Лицо у нас бито, да, у чеченского спортсмена. И плохо у него так голова оказалась между молотом и наковальней, на конвасе. То есть, вполне возможно, у нас сотрясение, еще какие-то такие вещи в этом раунде он получил. Сейчас Морзабеков просто, наверное, контролирует этот раунд до конца. Ну, собственно, да, чего бы. Да, чуть-чуть восстановиться, зря силу, наверное, не сказать, уплескивать. Ну и здесь тоже, да, в одну калитку, можно сказать, раунд забирает. Если вот в предыдущем поединке Азор Илгараев частенько выходил на различные болевые приемы, то здесь подобного мы практически не увидели. Ну, в любом случае, очень сэпатичный такой первый раунд. Для Бравилу Мальсагу очень непросто приходится. Посмотрим. Возможно, драматургия следующего раунда несет что-то принципиально новое. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, завершен перерыв. Нас ждет впереди второй раунд. Противостояние между Джабраилом Мальсаговым и Жакшилыком Морзабековым. Поддавливает соперника Морзабеков. И сразу через левый боковой проходит кыргызский боец. Тейкдаун защита. Да, прилетели к нам на комментаторскую позицию спортсмены. И, конечно, чувствуется опыт кыргызского спортсмена. Снова он забирается прям в лучшую для себя позицию. Находится сзади. И что-то мне подсказывает сейчас будет находить моменты для акцентированных ударов. Все у него для этого и есть. Представьте себе, вот так вот бэкмаунт садится уже на первой минуте. Ну, нет, кстати, пока обратить внимание не садится. Но в любом случае, то, что своим весом тела он сейчас давит на оппонента, очень сильно сказывается на ходе поединка. Просто потому, что чеченский спортсмен устает, а он, соответственно, наоборот, имеет возможность лучше дышать. Попытка встать и прочная. Ну и тут же оттягивает от сетки Морзабека соперника, не позволяя ему использовать ее в качестве инструмента для вставания на ноги. Здорово сейчас рукой так сбросил попытку сесть в бэкмаунт. А вот сейчас, посмотрите, закрепился и начинает разбивать буквально соперника Морзабека. Набрасывает удары, кровь все более обильная становится. Удары здесь, кстати, все, остановка. Да, что-то Шиган останавливает поединок. Говорит Забраил, что готов был продолжать. Ну, сейчас интересный такой диалог идет между рефери и спортсменом. Спортсмен говорит, что я мог продолжать. Рефери говорит, что я обязан был остановить, потому что в данных ситуациях при таком развитии рефери обязаны остановить. Да. Ну, то здесь, скорее всего, оба правы. Вот. Ну, видите, угловых вопросов Кашота, Шигана нет. Но он все-таки очень опытный рефери. Сам. Более чем. Да, и выступал, поэтому поберем, поберем на самом деле молодого парня. Конечно же, понятны чувства Дзабраила Мальсагова. Но на этом жизнь не заканчивается. Нужно восстанавливаться, извлекать уроки. С этого часто начинаются настоящие взлеты. Да. Да, то есть после проигрыша идут самые яркие победные серии. Первая минута, 56-ая секунда второго раунда. Таким образом, дефицитским нокаутом победу одержал боец из синего угла Жак-Шилыка Мурзабекова. Что ж, поздравляем Жак-Шилыка Мурзабекова.